Хроническая обструктивная болезнь легких или хобл, заболевание которой в современном мире считается вторым по распространенности неинфекционным заболеванием. В настоящее время им страдает порядка 600 миллионов человек в мире. Врачи бьют тревогу, ведь в группе риска курящие люди, а их сегодня около 40% от взрослого населения Земли. Но многие уже заболевшие даже не подозревают о своем недуге и начинают предпринимать какие-либо действия только на второй, а то и на третьей стадии заболевания. Предупредить болезнь, вовремя начать заниматься своим здоровьем – главная задача медиков. А задача нашего следующего сюжета – рассказать вам о симптомах, диагностике и лечении данного заболевания. Внимание на экран. Статистика показывает, смертность от хобл в мире на сегодняшний день занимает четвертое место в ряду заболеваний. И прогноз неутешителен. Больных становится с каждым годом больше. Основные факторы риска – вредное производство и курение. Причем курение на первом месте. Порядка 40% взрослого населения России – люди курящие. Хобл развивается среди пациентов курящих гораздо раньше, примерно к 40 годам. У некурящих людей, которые работают во вредном производстве, гораздо позже, где-то на 13-15 лет. Болезнь коварна тем, что вначале пациент может и не подозревать, что болен обструктивной болезнью легких, списывая недомогание на усталость. Три основных симптома – это кашель, одышка и мокрота. Причем кашель может быть непостоянным. Сначала пациента кашель беспокоит, преимущественно в осенне-зимний период. То есть, когда человек простывает, присоединяется вирусная инфекция. Но кашель может беспокоить длительно, до 2-3 месяцев. Со временем кашель становится продуктивным, выделяется мокрота. Как правило, по утрам – светлая, слизистая. Если присоединяется вирусная инфекция или бактериальная, то уже признаки гнойной мокроты. То есть, секрет нечистый, гнойно-зеленый, присоединяется лихорадка и уже проявление более тяжелое. Ну и следующим основным симптомом является одышка. Одышка также постепенно прогрессирует. Сначала она незаметна, то есть беспокоит при чрезмерной физической нагрузке. Затем пациент в обычной жизни уже жалуется на одышку. Ну и в тяжелых ситуациях одышка может быть в покое. Но это при тяжелых заболеваниях. В нашей поликлинике ХОБЛ диагностируется достаточно точно с помощью современных методик и оборудования. Золотым стандартом в диагностике является исследование функции дыхания. В частности, это спирография. В нашем поликлинике это присутствует аппарат, этот метод есть. Занимает достаточно недолгое время, буквально 15-20 минут. Пациент с утра приходит, эта процедура выполняется утром. Курить утром нельзя, это главное условие. И в кабинете функциональной диагностики происходит исследование функции дыхания. Мы получаем кривую, где есть основные показатели дыхательных путей. И после этого принимаем решение о том, какая стадия заболевания, соответственно, какие необходимы препараты для терапии. В последнее время в пульмонологии произошел настоящий прорыв. Если ранее принимались препараты системного действия, таблетки, внутривенные лекарства, действуя не только на легкие, а еще и на желудок и другие органы, сегодня все иначе. Сейчас эти препараты местного топического действия. То есть пациент непосредственно вдыхает данный препарат, он попадает непосредственно в дыхательные пути, в бронхи и легкие, и в результате оказывает только местное влияние. То есть если грамотно его использовать, вдыхать, так как предписал врач, после обязательного использования препарата полоскать рот, горло, то есть не глотать, лекарство применяется только местное и вызывает более быстрый длительный эффект и не бывает, как правило, побочных эффектов. Это очень важно, поскольку пока хобл заболевание неизлечимое, а потому требует постоянной терапии. Но при правильном лечении можно добиться продолжительной ремиссии, улучшить качество жизни больного. Но главное в лечении и профилактике – устранение причины, а потому медики призывают – бросайте курить. Ведь все те ужасные картинки на упаковках сигарет – это, к сожалению, реальность. Но каждый курильщик должен сделать свой выбор сам.